МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Ольга Попова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. Трагическая неосторожность. В ноябрьске при пожаре обнаружено тело мужчины. От корки до корки. Жилищный кодекс могут полностью переписать. О нововведении говорили в администрации города. И геофизики готовят смену. На предприятии провели экскурсию для воспитанников молодежного центра Вектор. Сегодня в ноябрьске горел дом. Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили труп мужчины. Сигнал тревоги пожарные получили около 14 часов. Четырехквартирный деревянный жилой дом загорелся в поселке УТДС. Спустя 4 минуты огнеборцы были на месте вызова. После того, как возгорание было ликвидировано, спасатели обнаружили в одной из квартир тело 56-летнего мужчины. По предварительной информации, именно в этой квартире начался пожар. Возможно, из-за неосторожности при курении. Добавлю, в результате инцидента повреждены две квартиры и кровля постройки. С начала года 53 жители Ноябрьска переболели свиным гриппом. Об этом сообщили сегодня в Центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Для сравнения, за весь прошлый год был зарегистрирован всего один случай высокопатогенного вируса. В целом, по округу за два месяца это заболевание перенесли около 300 человек. Причем в двух случаях грипп привел к летальному исходу. Скончались пожилые мужчины в Губкинском и на дыме. Что касается простудных заболеваний в целом, то, согласно статистике, в округе началась вторая волна эпидемии. За последнюю неделю количество простуженных выросло почти на полторы тысячи человек и превысило 7 тысяч. В поликлинику Ноябрьска с симптомами простуды и гриппа за это время обратились около 500 человек. Жилищный кодекс перепишут. Минрегион развития составил ряд поправок практически к каждому положению документа. О грядущих нововведениях сегодня говорили в городской администрации. Здесь прошел практический семинар для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Его провела член рабочей группы при Минрегионе по реализации и изменению норм жилищного законодательства Ирина Маликова. Нововведения вступят в силу только с января 2014 года и лишь в том случае, если их одобрит Государственная дума. Так, например, потребитель сможет сам актировать нарушение качества предоставляемых услуг в том случае, если специалисты управляющей организации не явятся для их устранения в оговоренные сроки. А вот сроки сдачи показаний по индивидуальным приборам учета могут упразднить. Жителям многоквартирных домов просто предложат в течение полугода платить определенную сумму, а затем по истечении шести месяцев делать перерасчет. Нормативы водопотребления могут снова поднять, а вот рост тарифов на ЖКУ, напротив, обещают сдерживать в пределах шести процентов. Стоит отметить и ряд изменений, которые коснутся общих собраний собственников. Если сегодня требуется на собрании более 50% собственников, а для принятия решения более 2 трети голосов собственников, то хотят упростить до проведения собрания путем конференции. То есть конференции, это значит, избирается любое количество делегатов, вплоть до 3-5 человека, которые будут уполномочены двумя третями собственников для принятия решений. И практически вот эти люди смогут применять все нормы по собранию для того, чтобы решать вопросы дома. Тем временем ноябрьцев вновь удивили расчетки за жилищно-коммунальные услуги. В февральских платежках жители города увидели новый тариф за вывоз мусора. Как пояснил руководитель ноябрьского спецавтотранса Александр Дикий, в январе введены новые цены на автотранспортные услуги. Рост произошел впервые за последние 4 года. А поскольку спецтехника именно этого предприятия занимается очисткой мусорных контейнеров, следовательно, изменилась стоимость данной услуги февральских расчетках гаража. Правда, выросла она незначительно. Так, если раньше, по данной статье, ноябрьцам приходилось платить по 2 рубля 18 копеек с каждого квадратного метра жилплощади, то теперь тариф составит 2 рубля 51 копейку. Для жителя среднестатистической двушки ежемесячный коммунальный платеж вырастет примерно на 17 рублей. Сегодня Всемирный день таксистов. Впервые эта служба появилась в Лондоне в 1907 году и в том же году заработала в столице России. В 17-м, когда прогремела революция, такси в нашей стране исчезли. И повторно таксомоторные парки в Москве образовались лишь в 1925 году. А в большинстве остальных городов только после Великой Отечественной войны. Сегодня даже в небольших поселках обязательно есть хотя бы пара перевозчиков. А еще эта деятельность считается одной из самых теневых. В январе 2012 года, когда в силу вступил новый закон о такси, предполагалось, что нелегальные перевозчики исчезнут, а легальные будут предоставлять более качественные услуги. При этом каждый водитель должен был получить разрешение на работу таксистом, зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и платить налоги. А по факту вышло так, что ряды бомбил стали шире. Были результаты поначалу, когда плотно насели на руководителей такси. Многие пошли оформлять разрешение. Сейчас разрешение начинают сдавать люди. То есть сегодня можно так экспертно говорить, что этим бизнесом занимается около 90% нелегально. И в том числе и как у бордюра работающие, так и диспетчерские службы. Только за 2012 год в компании «Газпромнефть» и «Абреснефтегаз» было внедрено 9 раз предложение, что позволило сэкономить компании более 7,5 миллионов рублей. С одним из рационализаторов, заместителем главного механика Григорием Черновым познакомился наш корреспондент. Без малого за 25 лет работы в компании Григорий Афанасьевич внедрил на производстве 8 раз предложений и одно запатентованное изобретение. В соавторстве с еще одним сотрудником Чернов разработал обогреватель клапана «Устья скважины», что значительно облегчило труд нефтянников. А в декабре прошлого года Чернов придумал шаблон для измерения диаметра штуцера шарового крана, который используется на скважинах для закачки воды в пласт. Неудобство в том, что его очень сложно замерить. Заводской маркировки нет на нем, на самом этом сменном штуцере. Понимаете? И поэтому, когда вот надо, допустим, поменять, там, четверку поставить, там, пятерку штуцера на скважину, или какой-то, ну, сложность именно в замере, в замере самого диаметра, очень неудобно там подлезть. Не затейливый, с первого взгляда, инструмент оказался важным подспорьем для слесарей и операторов цехов добычи нефти и газа, которые раньше чего только не пробовали. И линейки, и сварные электроды. При таком дедовском способе существовала вероятность случайной ошибки. Да и время на подобные измерения уходило намного больше. С помощью линейки, так будем говорить, мерили, да, штангельциркулем, вот так вот выходили, без шаблона. Это вызрало неудобства? Ну, конечно, это время терялось, и все, неудобства, на морозе, допустим. Сегодня в каждом цеху добычи компании «Газпромнефтный Эберснефтегаза» есть шаблоны Чернова. Слесарь и операторы по достоинству оценили новинку. А сам Григорий Афанасьевич, человек по природе скромный, считает, что ничего особенного не придумал. Просто люди попросили его решить одну задачу, а он просто ее решил. Алексей Попов, Артур Кабаневский, Виталий Харченко, Александр Иванов. Новости нашего города. А сегодня на предприятии «Газпромнефтный Эберснефтегаз» прошло традиционное ежегодное совещание по вопросам работы и взаимодействия в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности между руководителями нефтяного предприятия и руководителями подрядных организаций. Перед участниками совещания стояла задача выработать необходимый комплекс мер на 2013 год по минимизации чрезвычайных происшествий на производстве. В прошлом году у нас достаточно было большое количество происшествий, также связанных с несчастными случаями, поэтому нам есть о чем поговорить на перспективу 2013 года. Это очень важные вопросы, потому как работники подрядных организаций работают непосредственно с нашими работниками и создавая культуру безопасности, возможность создания культуры безопасности только с совместным трудом. Поэтому основное направление и основные мероприятия будут направлены на минимизацию травматизма работников. Кто такие геофизики и в чем заключается их работа? Ответить на эти вопросы теперь без труда могут 15 воспитанников молодежного центра «Вектор». На днях с экскурсией ребята побывали на предприятии «Газпромнефть» в ноябрьснефтегазгеофизика. В метрологической лаборатории установлено оборудование, на котором проверяются и калибруются все геофизические приборы. Если они проходят калибровку, то есть соответствуют своим техническим данным, они выпускаются в работу. Здесь же, в метрологической лаборатории, у школьников появилась возможность, наверняка впервые в жизни, заглянуть в самую настоящую скважину. Их здесь три, и они разной глубины. 670, 310 и 104 метра. А пробурили скважины еще до того, как начали строить здания. Кстати, каждая предназначена для определенных методов исследования. Это так называемые контрольно-поверочные скважины, в которых тоже мы можем в реальных уже условиях проверить нашу геофизическую аппаратуру. Просто опускается с помощью спуска подъемных механизмов прибор в скважину, и проверяется его работоспособность уже непосредственно в скважине, а не только в образцах. Мне кажется, это очень сложно. Но я не знаю. Тут столько всего разного, всякие вот эти вот штучки, вон сколько всего. У конструктора он конструирует новую технику, он осуществляет компоновки в условиях ограниченных габаритов, он работает в условиях жестко заданных ограничений, и в условиях этих жестко заданных ограничений он должен сотворить инженерный шедевр. И таких шедевров у конструкторско-технологической службы немало. К примеру, 17 технологий, защищенных почти двумя стами патентами, уже не первый год активно применяются в работе. Кстати, школьникам начальник службы Илья Петрушенко рассказал, что с французского инженер переводится как изобретатель и посоветовал небезосновательно в будущем выбирать именно инженерные специальности. На одну вакансию, которую дают по гуманитарному профилю, претендуют 10-12 человек. В то же самое время, как, скажем, недостаток инженерных кадров на некоторых предприятиях в том же машиностроительном профиле уже достигает до половины списочного состава цехов. Владислав Цивилин, десятиклассник из девятой школы, свое будущее собирается связать с нефтегазовой отраслью. Поэтому внимательно слушает все, что рассказывают о своей работе сотрудники «Ноябрьскнефтегаз-геофизики». Узнал, например, то, что скважины бурят под углом. Сначала, например, вертикально, потом уже переходит в угол. Вот это и было интересно, как вообще трубы соединяются сначала, и потом, как они вообще. Оказывается, что эти 4 километра, чтобы завернуть, там одна труба 10 метров всего, и они буквально на миллиметры каждая переворачиваются, и так получается угол. Дружба геофизиков и вектора давняя. Сотрудники предприятия нередко принимают участие в различных мероприятиях молодежного центра. Да и сами ребята интересуются работой нефтегазового предприятия. Геофизики рвения школьников поддерживают. В том числе проводят такие вот экскурсии. Ведь заинтересовавшись сегодня, это не простой, а самое главное – нужной профессией. Возможно, завтра кто-то из ребят придет сюда работать. Геофизика, как это раньше говорили, непарадоксально, я повторюсь, это глаза и уши буровиков. Буровики, они молодцы, они бурят, да? Ну, куда они бурят, и что они получают, они не знают. А вот что они получают, и как они пробурили, и качество бурения, и количество нефти, там, ну, все, что существует, все процессы, которые происходят в скважине, это уже определяют геофизики. Ольга Попова, Виталий Харченко, новости нашего города. Далее в выпуске блок спортивных новостей. Завтра ноябрьская команда по мини-футболу «Газпромнефт» 2000 года рождения уезжает на всероссийский финал. Напомним, что это право наши юные спортсмены завоевали, успешно выступив в региональном турнире, став его победителями. Решающие игры первенства страны пройдут в городе Елутеров, в дни весенних каникул с 24 по 31 марта. Всего в них примут участие 12 команд. Кроме ноябрьцев, это дружины Москвы, Троицка, Нового Уренгуя, Екатеринбурга, Тюмени, Красноярска, Сыктывкара, Ярославля, Саратова, Московской области и Краснодарского края. Остается добавить, что свою первую игру команда «Газпромнефть» проведет 25 марта, а мы будем ежедневно сообщать о том, как выступают наши ребята на столь престижных соревнованиях. А в ноябрьские в эти выходные в рамках чемпионата России среди любительских коллективов состоится очередное дерби между местными дружинами «Газпромнефть» и «Вираж». Игры пройдут в спорткомплексе «Зенит» начало субботней встречи в 19 часов, в воскресной – в 13. Приходите, будет интересно. Ноябрьский педагог вышел во второй тур окружного конкурса. В эти дни в Надыме проходят состязания «Учители года Ямала». Наш город представляет учитель истории шестой школы Константин Панкевич. По итогам первого тура он вошел в пятерку финалистов. Во втором туре конкурсанты должны провести мастер-класс и принять участие в открытой дискуссии на одной из актуальных тем в сфере образования. В третьем туре проводится круглый стол образовательных политиков, по итогам которого и определят победителя регионального конкурса. Результаты станут известны уже завтра, 23 марта. 21 марта – Международный день людей с синдромом Дауна. Он отмечается с 2006 года, причем сама дата была выбрана не случайно. Это символическое обозначение синдрома Дауна. Причиной этого заболевания является трисомия одной из хромосом. У человека, страдающего синдромом Дауна, 21-я хромосома, наличествует в трех копиях. В переводе на язык календаря получилось 21-е число третьего месяца. В ноябрьске с прошлого года существует общественная организация «Солнечный круг». Она объединила 15 семей, в которых растут солнечные дети. Так называют мальчишек и девчонок с синдромом Дауна. 21 марта для своих особенных детей родители устроили настоящий праздник. Вместе они посетили конно-спортивный клуб Купава. 21 марта, как 21 хромосома наших детей. Поэтому мы сегодня их привели сюда, в Купаву, чтобы они покатались, познакомились с лошадками, получили много новых эмоций. Думаю, все получилось, всем понравилось. Ипотерапия, которая и на здоровье влияет, и положительные эмоции дети получают. Это все очень благоприятно на них действует. И последнее. Музейный ресурсный центр приглашает горожан отметить День семьи. Мероприятие, которое состоится в МРЦ 24 марта, так и назвали День семьи в музее. Всем участникам обещают памятные призы и подарки. Вход свободный, начало в 2 часа дня. Мы приглашаем дружной активной семьи принять в нем участие. Мероприятие будет проходить на выставке «Эволюция техники», где вас ждут познавательные экскурсии, творческие задания и конкурсы. А у меня на этом все. Я желаю вам приятных выходных. Всего доброго и до свидания. Партнер программы – магазин «Поти Сан-Тверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 23 марта в Сальхарде снег. Ветер северо-восточный, температура 20 градусов ниже нуля. В Муравленко небольшой снег. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Температура 12 градусов мороза. В Ноябрьске переменная облачность, возможен снег. Ветер юго-восточный до 3 метров в секунду. Температура минус 11 градусов.